Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале Мир, природа, жизнь. Сегодня мы с вами прогуляемся в вот такой прекрасной березовой роще. Если честно, приехали мы сюда найти грибов. Но вот пока увидели вот только такие грибочки. Вот я до сих пор не знаю, что это за грибы, но пахнут очень вкусно. Вот здесь очень много. Возможно, вы собираете такие грибы? Тогда напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это вот малин. Будет скоро и малина. Так. Видите, пока только такие грибочки. Вот их много прямо здесь. А видите, это вот земляника. Вот очень красивая березовая роща и полностью земляника. Вот так вот. 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 По идее березовые рощи должны быть под березовки, но пока, дорогие друзья, не вижу. Субтитры делал DimaTorzok Хорошую сторону. Субтитры делал DimaTorzok Самое интересное, что шли дожди и теперь очень тепло. И вообще пишут люди, что есть грибы. Грибы только вот эти. Кстати, пахнет он очень вкусный. Очень вкусно пахнет. Такие только грибы. Такие грибы. Такие грибы. Вот прямо, кстати, растут рядко. Вот видите, посмотрите, если вы увидите. Вот они вот так, так, так идут и вот так. Паучок. Может быть, какие рядовочки? Непонятно. Паучок. 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 Вот видите, сколько березок. А пока нахожу только вот такие. Паучок. Паучок. Я вам покажу. Она все равно красивая, правда? Паучок. Паучок. Продолжение следует... Продолжение следует... Но я думаю, дорогие друзья, если вот таких много грибочков, должно же быть и под березовики где-то, но их почему-то нету. Зато вот такие грибки растут. Продолжение следует... Так, а он какой-то я увидела... Вот, нет... Опять, дорогие друзья, это... Не та шляпка, которую мы любим. Там, вот видите, в виде только такие грибы. Какая красота! Да, посмотрите... Продолжение следует... Вот какие-то грибочки, как чашечки, да? Тоже интересные... Может быть, и съедобные даже... Смотрите, какой красивый грибок. На колокольчик похож. Это вот еще какой-то вид грибов. Пока сейчас понюхаю. Вы знаете, все они вкусно пахнут. Но рисковать не буду. Смотрите. 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 Какой грибок. Ой, дорогие друзья. Ну, наконец-то мой поход увенчался маленьким успехом. Смотрите. Смотрите, какой грибок. Как вкусно пахнет. Я его даже разрезать не буду. Вы спросите, почему я его не срезаю? Это вот, наверное, поддубник, да? Хотя здесь березки везде. Но это явно не подберезовик. Или, может, боровичок. Но, в любом случае, это классный гриб, да, съедобный? Дорогие друзья. Ну, вообще шикарно, да? То, наверное, и белочка ела. Так вот, почему я не срезаю? Наши бабушки и дедушки, они же не срезали грибы. Это потом уже стали говорить, рекомендуется срезать. Ведь гриб – это просто гриб, который… Тело гриба, которое растет над землей. А сам гриб, то есть грибница, она под землей. И иногда даже на целые километры распространяется. Так вот, когда вам зуб удаляет, Вы же его полностью удаляете. А представляете, если бы вам пилой спиливали, то туда бы попадала инфекция. А так вы выкрутили. Еще вот рекомендуется выкручивать гриб. И как бы все нормально для грибницы. Нет никаких входящих ворот для инфекции. Так что вот так. Но иногда, честно говоря, я и срезаю, когда их очень много. Например, лисички, когда собираешь. Ну ладно, дорогие друзья, вот хотя бы один грибок нашла. Сейчас буду ходить дальше. Если буду находить еще грибы, я сделаю отдельное видео чисто с этими грибами. Вот. Ну а пока, дорогие друзья, мы с вами немножко прогулялись. Я желаю всем крепкого, прикрепкого здоровья, удачи. Пусть у вас сияет ясное солнышко на головой. И желаю прекрасного настроения. Вот, дорогие друзья. Всех вам благ. Пока-пока.